Всем привет, ребят! Я Никитос, и я решил вписаться в лютую делюбу. Пока объясню, почему я стою рядом с таким миником. Мне тут довелось на нем немного покататься, его сейчас продают мои друзья. И мне очень зашла тачка, это Джон Купер Воркс, и он очень быстрый, юркий и максимально стильный. Короче, реально влюбился в тачку, но мне, так сказать, религия не позволяет купить такую себе в гараж, да и стоит она достаточно дорого, где-то 2-300 примерно. Сейчас июль, и 23-го числа день рождения у меня, а 26-го день рождения у моей любимой девушки Саши. Вы ее все видели, она снималась в ролике, когда мы с Гордеем в Турции, кто быстрее до Стамбула ехали. Я решил сделать ей крутой подарок. Я хочу купить ей тачку. Здравствуй, олень! Золотые рога! Спасибо тебе за все! Реально очень долго на это решался. Естественно, у меня нет такого бюджета, но где-то 1700, я думаю, смогу наскрести, а это как раз тот бюджет, в который можно найти плюс-минус неплохой миник. Для меня есть всего два критерия. Я хочу, чтобы он был на автомате и с панорамой, потому что панорама здесь выглядит просто нереально круто. Это прям двойная такая стеклянная крыша. Я думаю, ей очень зайдет это. Ну и это тоже очень хорошая машина для первой тачки, так скажем, потому что у нее сейчас нет машины, у нее никогда ее не было. Хотя у нее есть права, но опыта совсем мало, поэтому она будет учиться. Короче, сегодня нам предстоит найти тачку ей, ребят. Реально не могу в это поверить, это самый дорогой подарок будет в моей жизни, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк за такую безумную покупку. Уже в конце ролика вы увидите, что я выберу, поэтому досмотрите, пожалуйста, его до конца. Приятного просмотра. План такой. Просто вот я приезжаю, если мне машина нравится, мы ее забираем и увозим. Все. Типа я не хочу даже ничего проверять. В тачке есть аура, знаешь, подходишь. Да, посмотрим. Вот я всегда все машины, включая этот X5, всегда, короче, с подборщиками, что-то там покупал. Вот мотоцикл я купил с подборщиком, его все проверили. Лег мотор нахуй сразу же. Хотя проверили все. Я понял в этот раз, что я не хочу вообще никаких подборщиков. Вот я сам чисто приеду. Я взял с собой даже ELM. Я взял толщиномер, который, правда, хер пойми как показывает, но показывает. Поэтому я буду сам все проверять. Вот сяду в тачку, вот если мне понравится она, у меня всего два критерия, я уже говорю. Я хочу, чтобы он был на автомате и с панорамой. Вот эти два этих критерия совпадают. Даже если там мотор весь в масле будет, покупаю, а дальше разберемся. Будут ролики там. Подарила машину девушке и сломалась первый день. Металлолом. Мне не очень нравится покупать тачки там, где написано. Лакуатура и металлолом, короче. Вот он сразу стоит. Вот он стоит, да. Слушай, низкий капец он, конечно. Он на потесках подавали бы пружиной, либо же. У него задний прям, смотри, колеса. Да, он гоночный. Что он за спортивный какой-то низкий у вас? Вот его как купили, вот он такой был. Мы с ним ничего не делали. А у кого покупали, не помните? Ну вот тут знакомый парень. Если он нужен, я его позову. А на учете она на ком сейчас? На нем. Соленчик у нас. Соленчик приятно. Вот так вот, ребят, делать нельзя. Ни в коем случае. Вот так тем более. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, так все влюблено. Ну, седуху надо будет подкрасить по-любому. Она типа не протертая, но из-за того, что она светлая. Подлокотнички целенькие, да? Не, ну слушай, конечно, с панорамой прям вообще другое дело. Чего тут эти два... Казырька? Далека, да. Ну, он на жирной комплектации, на самой жирной. Так, а чего у него, б***ь? Ну, там что-то стоит. Маленькое прям очень. Ну, прикольно, лепесточки есть подрулевые. Короче, крашеная вот это только дверь. Ага. Вставляй, круч. Да. Ну, выхлоп какой-то приятный. А по технике что-то с ним делалось? Мотор перебирался здесь? Понятно. Да, знаешь, что я сделал? Колодки поменяли, потому что горело вот это хуйня. Сервис там, вот этот домкрат. Ну, короче, как в быхе. Вот эта вот штука. Офига прикольно. Это хоббитер вместе с рулем двигается. А резина только зимняя, да, есть? Вот это. Все, что есть, пацаны. Вот здесь, вот он. Корки, конечно, мутненькие. Ну, это мы исправим. Блядь, ну клиренс, конечно, кулак. Сашка охренеет. Планчики там все целые. Так как я тоже чуть-чуть понимаю, я все посмотрел. Тут никакого Сталинграда, никаких столбов, обниманий, вот этого ничего не было. Вроде ровненько работает, потрякивает. Подушки на нем не менялись никогда? Не цены. Ну, я бы с радостью вам ответил на что-то. Но я в душе не езжу. Я на Тойотах и Лексусах езжу. По ценникам крайнюю я вам отдаю из 650. С учетом всех косяков парня. Меньше мне просто нет смысла, пускай нахуй стоим. Ну, я понял. Она уже давненько у вас продается, я так понимаю. Месяца два, наверное. Да, ее выложили и, ну, приезжают, смотрят. Ну, там есть вот эти вот. За 500 я пойду возьму. Да иди ты нахуй, иди себе возьми. Ведро за 500 какое-нибудь. Ну, это я честно говорю, это первая машина, которую я смотрю. То есть, в любом случае, если бы вы сейчас за 600 мне сказали, я бы, возможно, даже потиханул и забрал ее. Я хочу все-таки съездить. Там еще и S1 желтая продается за 620. Хозяин, конечно, Баринс. Прокатиться сможем, ждать? Да. Велком. Кондинер работает? Да. Случится, она прикольно. Все, ну, нет. Я подъехал, я нахожу. Ну, так, неплохо едет. Подвеска вся живая, в принципе. Да, автомат нормальный, мучит, приятно. Так, короче, термостат. То есть, он либо не открывается, либо не закрывается. Потом, получается, горит по кислородному датчику. Ну, это лямбда. Лямбда, да. Да, и катализатор. Ну, короче, кат херба с ним, но... Кстати, почему человек, интересно, не загорается? Он, когда зажигание включаешь, он сейчас загорается. Он тут вообще есть? Ну, вот там, на панели, наверное, должен быть. А, чек заглушен, чек заглушен у нас. Тоже печенька. А потому что, Лямбда, ошибка, он горел чек. Ну, его просто вырубили нахер. Ну, короче, в принципе, по ошибкам криминала какого-то нет. Она всегда открытая, наверное, прилипла, да? А, тут такая, типа, понсветка просто. А, я такую не видел ни разу. Слушай, я ее даже не вытаскивал. Тисто руль перешить, салончик подкрасить, подготовить подоклейку, оклеить. Все про все две недели. Не, ну, в теории успеть можно. Короче, если в двух словах. Он, я не могу сказать, что плохой. Нужно подготовить его нормально по кузову, подоклейку. По технике вроде он норм. Подвеска не гремит совсем. Перед зимой надо будет просто пружины поменять, чтобы она не такая низкая была. Но зато сейчас она очень выигрышно выглядит. Короче, минусы. Косяки по кузову, только зимняя резина, и все, наверное. Да и все. Плюс это панорама, то, что она рабочая. Да, белый салон красивый. Цвет сам по себе черный, подоклейку это хорошо. Для первого варика неплохо. То есть, возможно, мы к нему и вернемся. Но нельзя, естественно, покупать первую по вахсю тачку. Потому что, ну, она не идеальна. Если бы я сейчас приехал, она была вау прям. Я бы забрал, да. Тем более, там он нормально денег скинул. В общем, ребят, выбор оказался гораздо сложнее, чем я думал. Поэтому я решил собрать свою команду, чтобы обсудить, какая еще тачка может нам подойти. Короче, команда, для чего я вас тут собрал? Я посмотрел один миник. Мне он не очень, честно говоря, понравился. Мне концептуально эта тачка очень нравится. Потому что если вот найти вот такой, какой-нибудь красный, яркий и в нормальном состоянии, это прям будет идеально. Но пока таких вариантов просто вообще нет на рынке. И мне нужно ваши какие-то мнения услышать. Что еще можно посмотреть? Audi 1, A3. Слушай, ну прикольно, да. Довольно современная такая. Кстати, эта тачка сейчас дебютировала в чемпионате России по кольцам гонок. Ну, короче, будет на кольцовую гонку. Я вообще считаю, что нужно брать тачку надежную, и поэтому можно взять Honda Fit R-S на механике. 120 сил. На какой механике? Я только автомат разобрал. Ну, ладно, автомат, там есть автомат на версии. Я, честно, не знаю, как она выглядит. Ну, блин, ну она какая-то убогая, как и все долбанные японцы. Ну, смотри, ну прикинь, моя девушка, плотинка, будет выходить и вот эта садится. Зато масло проверять не надо. Это не проблема, я ее научу. Ванек, BMW-шник мой любимый. Давай какой-нибудь варик, какие-нибудь, есть идеи? Копейка, трешка. О, кстати, копейка, хороший варик. Хороший варик. О, нам еще еду принесли. Спасибо большое. Короче, копейка, на самом деле, хороший варик. У меня первая тачка была копейка, и она компактная. Это BMW, что очень важно. Поэтому, ну вот, смотри, просто малышка такая. Если дойти белую, допустим, или тоже какую-нибудь красненькую яркую, мне кажется, это будет вообще идеальный вариант. А можно... А так она размерами больше, чем и не Купер даже. Ну да, но все равно она компактная. А можно даже заморочиться и найти следующего поколения, вот такой, но будет чуть дороже. Но, в принципе, тоже должен быть нормальный варик. Давай спросим женское мнение. Чего бы ты выбрала? Поехали, ауди, конечно, круто, но мини-купер явно лучше. Ну, ладно, оставляем миник на первом месте, если вдруг получится что-то найти. Как запасной варик BMW-1, ну и как самый аварийный, это ауди-1, правильно? Игорь, прости, брат, но японцы тут очень не умеют. Простите. Ребят, кстати, вы, наверное, обратили внимание на место, где мы находимся, и вы наверняка его знаете, ведь таких заведений более 400 по всему миру. Да, это Мята, и именно сюда мы залетаем всей командой, когда нам нужно кто-то обсудить или просто расслабиться. Ведь здесь можно найти не только офигенную атмосферу, вкусную еду, но и выгоду. Все благодаря приложению Мята Лоялти. Работает оно максимально просто. Скачиваете приложение Мята Лоялти, посещаете заедения, получаете кэшбэк баллами и закрываете ими до 25% от суммы чека. Начинаете вы с 3%, а со временем можно дойти до 10% с каждого посещения. Вот, кстати, мои баллы, где 1 балл – 1 рубль. И как только вы зарегаетесь, вам сразу упадут 300 приветственных баллов на баланс. А для моих подписчиков есть еще один ништячок. Кэшбэк 30% сразу же и на неделю. Начните свою неделю продуктивно со встречи в Мяти и завершите приятным отдыхом в выходные. И все это супер кэшбэком, которым потом можно закрыть четверть чека. Так что, ребят, скачиваем приложение по ссылке в описании, выбираем заведение на свой вкус и формат, вводим промокод НИКИТОС, получаем повышенный кэшбэк на неделю и наслаждаемся качественным отдыхом и лучшим сервисом с выгодой. А мы погнали дальше искать тачку. Ещё раз, давно оно у вас? Угора. А что, продаёте? Ну, не нужно. Что с выхлопом? Куда-то он это... Отъехал. Он сразу всё в чёрном, смотри. Сотерялась чуть-чуть. Эта штука. Решёточка. Ну, фары мы всё переделаем. Решёточка, видишь, чтобы чуть-чуть так и подпрыгнуть. И там тоже кускай нет. Это амывайка здесь должна быть. Не, амывайка вот эта, да, в боководке? А, нет, слушай, да. Они симметричны, может, так и должно быть. А, здесь стояли эти. Ну, кругленькие, да, штуки. Ну, кстати, по кузову это целее. Несмотря на то, что он разноцветный немножко, это, в принципе, исправимо. Ну, видишь, тут прикольно, что жёлкие вставочки такие. Тоже панорамка. Ну-ка, проверка. То же самое, блин. Сетка, да? Да, ну сеткой, которая очень херово работает. У них, походу, во всех так. А что делали вот за полгода? Ничего, вообще? Да, я в тысячу трингу поехал. Блин, тут у всех одна и та же история. Я не понимаю, почему так. Нет, смотри, я просто... Нам предложили знакомые. Где-то взять. Я его купил, я, честно скажу, там 570 тысяч. Сделал масло, поменял, колёса у меня. А вы проверяли, что-то когда покупали, нет? Ну, ничего проверял. Ну-ка, вытяни ремень. Нормальный ремень. Ремень целый, да. Ну, пока, слушай, этот мне больше нравится. По-моему, этот работает помягче, чем тот. Ну, это в целом чуть другая машина. Слушай, мотор типа турбовый, всё. Ну, тот слышал, там пряканье такое сверху? Да, прошли. Пробег 130 якобы. Ну, пока тоже непонятно. А, видишь, тут даже это. А, он, походу, весь крашеный. Без проёмов причём. Да, на камере прям сильно видно. Ну, вот, проём, видишь, одного цвета. Да, да, да. Прям видно очень сильно. Так, ну, чё-то я прогрелся. Игрян, глянь, дымит, не дымит. Работает довольно очень приятно. Да рад, стрельчики немножко сделаем. Да нет, вообще ничего нет. Как там это дел? Антифриз нюхаешь. Пока, честно говоря, мне нравится. На удивление, на удивление. Хотя он очень давно стоит, продаётся. Очень даже неплох. Вроде как и ланжики целые. И по юридической части всё нормально всё. А ты, кстати, тут не смотрел? Чек не заглушен здесь? Да ещё проверим. Ну, мы и ошибки посчитаем, всё включается. А масло, говорите, сколько примерно далили за это время? Он, грамм 400, наверное. За 3000? Ну, за 2,5, наверное, сколько там, да. Да, это патриэдит. Ну, кстати, не суперсильно. Пакет спорт режим, сейчас включу, хочешь. Окей. Да нет, он не чипованный. Ну, едет неплохо. Получше, чем тут, конечно. Да нет, но я считаю, что нужно брать турбо, чтобы был запас по мощности. Да нет, понимаешь, дело не в запасе по мощности, дело в запасе по Сашиным навыкам, у которых может не быть. О, там короткорейка, да? Нет, обычная. Не, ну, в целом, конечно, есть к чему приложить руки, но неплохой варик. Кондей надо заправить, да? Да, это всё работает. Работает, да? Да. Ну, тут прям химчистка. Да, химчистка здесь нужна такая, что прям... Да-да, его прям помыть сидушкой. Хорошенечко. Ну, она прям... Видно, что... Да, эта штучка игрались. Всё, эско, да, вези. Да. Ошибок нет. Нет? Вообще. Да. Ну, правильно, человек бы горел, если говорю. Ну, да-да. Но он здесь... Сейчас проверим. А посмотрим, на той двери болты одинаковые, которые на Петре. Здесь два разных булочек. Сверху под отвертку, а снизу серенький. Да-да-да. Ну, это вообще странно. Мне кажется, для симметрии просто сделаю, короче, понял. Чтобы вопрос меньше возникал. Так, ещё раз. Чайка у нас. Оп. Загорается, да. Тут есть. Ну, минус, что на крашеных рук, но меня это вообще не пугает. Абсолютно. Потому что мне её не продавать там и так далее. Это подарок всё-таки. Зато она визуально хорошо смотрится, и тут не надо делать ничего лишнего. Мы её не будем клеить в пленку. Турбочка. Ещё и трубочка, да. То есть я чисто по кайфу буду брать её. Гары два. Ну, естественно, она едет не как моя четвёрка, даже близко. Вообще. Вот там, то есть, я не знаю, 6,5 секунд она может быть едет, да. Но четвёрка едет 3,9. Поэтому мне как бы нет смысла брать по выходным. А вот для Сашки очень даже. Ну, вообще мне нравится. Ну, реально, хороший валик. Ну, в целом, да. На фотках казалось похуже, да? Сейчас ещё попробуем по цене договориться. Потому что он как бы и так стоит за 620. Прошлую нам отдавали за 630. Вот там скинули 70, потому что им надо его продать. Потому что там косяков, целая куча. Да, да. Ну, это же сколько-то ему надо. То есть тут что надо сделать? Перешить руль, хорошенько откимчить из салон, серые планки в чёрные заделать, выхлоп переделать, фары переделывать, и всё, он будет готов. Короче говоря, предложили человеку цену. Я думаю, что до завтра ещё подумаем, как, что, куда. Завтра съездим посмотреть ещё Бэху-копеечку, потому что всё-таки хочется БМВ. И посмотрим ещё один миник. Если там не срастётся, то вернёмся, сберём этот. Пока что этот лучший. Алло, да, добрый вечер. Мы на месте. Итак, это самый дорогой миник из всех, что мы смотрим. Он стоит 730 тысяч. Немножко выше моего бюджета, но, как обычно, надеемся на торг. На этот миник не делаю большой ставки, но всё-таки он почему-то же дороже. Значит, в чём-то должен быть лучше. Там видно на камере, что всё красиво? Ага. Чё? На камере сильно темно видно, нет? Да нормально видно, с***. Слушай, ну красненький, смотрится бодренько. Мне нравится. Ну, красный, это классический мини-куперс. Да, да. У меня даже такая моделька была игрушечная в детстве. Вот такой красный, с белой крышей. А чё бы крыша, знаешь, была бы под британский флаг, было бы вообще за***. Слушай, ну он бодрый. Ну да, целенький такой вообще. Ну нет, слушай, с этой стороны всё-таки есть тут косячки. Такая же история, как с первым, который мы смотрели. Видишь, тут, тут, тут шортнуто всё, шортнуто. Крылья тоже, видишь, что все вот похераченные. Не, ну он бодрее, чем первый. Бодрее, чем первый, да. Но опять же... Ну, короче, то же самое. Всё, что смотришь, всё надо красить. Ну, либо, как минимум, очень хорошо готовить под покраску. Ну, блин, он такой бедный, смотри, там вообще ничего. Он без панорамы, он на тряпке обыкновенный. Даже кнопок на рулях. А, ну да, это пиздец. Этнос 3 нет уже не то, типа. Подтяжек нет, не то. S-буквы нет, тоже не то. Они фары не то, что белые, они даже не линзованные. Ну, такое прям. Ну, по состоянию он плюс-минус такой же, наверное, как и желтый. Ну, у него резиночки, а, нет, резиночки, смотри, здесь то же самое. Такая же. Ну, как бы чистенько очень, там в салоне даже чистенько. Потому что продаёт перекуп. Вот и вся разница. В прошлом как бы дети лазили ногами. Желтый, если его примарафетить, он садит вот таким. Чисто вот уверен, один в один. Но при этом этот на почти 200 тысяч дорожек. Ну да, здесь еще по-любому пробег крученный, да, и вся вот эта перекупская история. Ладно, ждем хозяина. Посмотрим, что он нам расскажет. О, здрасте. Здрасте. Ключ прикольный. Желтый. Это просто, понял, рамочка такая надевается север. Прикольно. Я так понимаю, вы на перепродажу, да, его взяли? Да. Взял у пары, получается. Что сделал? Сегодня делал, получается, этот, короче, ступицу, там подшипник, ступица. Что-то такое там менял. Мне на мойке, когда я ее сразу взял, мне сделали мойку, сказали, кварцевание какое-то. Я типа сделал кварцевание. И из-за этого, они говорят, вода типа будет оставаться. Из-за этого, например, она высохнет, грубо говоря, а здесь капли остаются. Ну, типа... А, окей. Мокрый эффект, типа. Ну, типа, да, она отталкивает, видимо. Можно открыть? Да, конечно. Спасибо. О, и тут видишь, обычный. Вот, у нее видишь все черные. Ды-ды-ды-ды. Не, не все, кстати. Смотри, здесь серая, а на дверях черная. А, здесь она на дверях даже вообще типа под кожу. Блин, они такие разные бывают. Ну, блин, конечно, да. По комплекташке здесь совсем все бедно. Кнопочка такая подзатертая. А у вас до этого был, да? Нет. Нет, я девушке в подарок покупаю первую машину. Пара не горит. Слушай, ну, работает вообще классно. Не так, как тут черные. Вот с черным какая-то проблема была все-таки. Ну, да, да. Потому что вот эти все, которые мы смотрим, они ровно работают. Так вроде все чистенько, неплохо выглядит. Да нет, по салону вообще не доеб... Прям новый. Э, ну, без панорамы вообще совсем сразу не то. Подогрев сидушек есть. Ну, работает достаточно ровненько. Да, под капот гоню. Под капот гоню мыли? Да. А, я не буду. Ты сейчас с юным дескопом, блин? Да, через микрофон вообще нормально слышно, где хумит. Не, ну, с черным явно какая-то была проблема. С черным точно, да. Блин, ну, эта тачка очень сильно привлекает тем, что она прям, ну, типа вся вылизанная. Да, есть там всякие царапки, коцки, сколы и так далее, но при этом она... Тут уже рыжики небольшие, конечно, есть. Ну, тоже, блин, в принципе, не критично. Там проснимался, да? Да, снимался. Ну, конечно. Да я тебе говорю, тут явно много крашеных элементов. Это девчачья тачка, девчонки ездят, бьются как-либо. Поэтому тут ждать чего-то всех естественного нет смысла вообще никакого. Проехаться сможем? Да, да, конечно. Привет. А нифига смотри роли. Трясется, да? Да, да, да. Ну, типа они говорят, это может быть из-за резины, во-первых. Я вот эту ступку... Верну на камеру? Наверное, да. Но когда я еще... Либо, короче, диски говорят. Ну, типа... Ну, это да, это может быть, спокойно. А комплект резины один, да? Зимний есть. Но, как бы, я его не включал туда, вот, в объявление. О, ну, нет, нормально, слушай. Ну, не как СК, конечно. Но, если честно, по ощущениям, первая, которая была в статусе силы, даже... Слушай, для девчонки, при том, что три человека в салоне, типа, если девчонка будет одна, там, условно, 50-килограммовая, типа, будет нормально ехать. Слушай, давай, чтобы без лишних торгов просто скрыться машинально. Просто я понимаю, что такое перекупская движуха. Я, как бы, тоже этим занимался, даже для Ютьюба. Здравствуйте, мне нужно наряд полиции вызвать, поскольку у меня отняли документы. Просто поэтому скажи мне, чтобы ты заработал нормально, сколько ты хотел, и чтобы, как бы, скидывать какую-то цену. Сказать, 720, в принципе. Как? Типа, 10 тысяч ты готов скидываешь? Ну, ладно. Ну, сколько взял, если не секрет, пожалуйста? Взял, короче, 670, плюс авито-аукциону заплатил 16. Сколько? Ебать! Короче, я с ней вообще... Все, ладно, не буду тебя мочить. Да, я еще наберу тебя тогда. Спасибо, все, ладно. Удачи тебе в перекупских движухах. Что я могу сказать? Короче, через микрофон там вся ходовка выиграла. Да, да, там... Ну, тачка чистая пиздец. Да, типа, она... Видно, что въездила девочка. Давай так, она не турбо, она в бич-комплектации, она без панорамы, она пиздец дорогая, потому что даже он взял ее за 670, а он нам черного отдавали за 630. Ну, да, да, да. А турбо стоит вообще 500, типа. Нет, турбо стоит 600, но мы еще торганеры. Ну, это как бы не турбо, там все гремит, трещит, там поделаешься. Что, когда начал руль, я подумал, больше лишь бы доехать до конца. Видно, что чисто перекупская тачка. Пробег подскрутили, все отмыли. Ну, к пацану никаких претензий, видно, что он начинающий, мне его жалко, если честно. Реально, пускай, здесь уйдет в минус этой тачке. Не, ну, это же опыт. То есть, тебе за эти деньги не продать. Опыт. За опыт надо платить. Ну, пока, конечно, желтый Купер запал в сердечко. Прям запал. Ну, что? Произошел пиздец. Ну, если вот быть откровенным, мне только что позвонил хозяин Минника, который больше всех мне понравился, мы даже это не снимали, я вообще не придал значения, и он просто говорит, что внесли залог. Ну, типа, это логично, справедливо. Я не просил его держать, машину, потому что я что-то сомневался, что кто-то купит эти миники. Я вообще не знал, что миники эти пользуются таким спросом. Их всего там несколько штук продавалось. По сути, было их три. Два из которых мне не понравились. Один более-менее понравился. Типа, ну, прям нормальный такой был. Но вот из-за того, что я просто провафлил, тут поездил, посмотрел другие тачки, единственный валик, который мне полностью подходил, просто ушел. Что делать, я, честно говоря, не знаю. Но есть еще один вариант посмотреть миники другого кузова, которые, типа, старее годом. Они плюс-минус столько же стоят. Ну, и еще один вариант есть посмотреть все-таки копейки. Еще из плохих новостей на меня насрали. Вот. Если честно, я уже почти отчаялся в том, чтобы найти идеально подходящую тачку. И у меня до сих пор не выходит из головы тот самый желтый Cooper S, который мы смотрели почти в самом начале и который у нас забрали прямо из-под носа. Но я считаю, что нужно визуализировать свои желания. Поэтому я прямо сейчас поеду домой и куплю идеальный миник на Redmi. Я частенько играю на пятнадцатом серве и уверен, у меня там точно все получится. Если вдруг кто-то еще не в курсе, Radmir RP это бесплатная онлайн игра с открытым миром от третьего лица. Здесь ты можешь воплотить все свои мечты и стать кем угодно. От простого гаишника до криминального авторитета. Взаимодействуй с тысячами других игроков. Покупай тачки, недвижимость, крышуй бизнес, устраивай терки, следи за здоровьем персонажа. Короче, перечислять можно долго. Все как в реальной жизни. На Radmir есть практически все марки и модели авто. От самых дешевых Жигулей до суперкаров вроде Bugatti, Chiron. Так что уверен, миник здесь точно можно найти. Погнали в автосалон. Мы в автосалоне. О, а вот и наш мини-купер. Давайте сделаем его желтым. Покупаем. Миллион семьсот стоит. О, вот он наш малыш. Ну что, визуализация прошла успешно. Тачка куплена. И, кстати, все то же самое я мог бы сделать с телефона. Потому что у проекта есть мобильная версия Hustle Online, которая полностью взаимосвязана с ПКшной. Ну а мне осталось только повторить все это в жизни. А вам, ребят, я советую прямо сейчас перейти по ссылкам в описании, скачать Radmir себе на комп, Hustle Online себе на мобилку, и не забывайте вводить мой промокод NIKITOS. По нему вы получите приятные бонусы, которые помогут вам быстрее достичь своей мечты. Жду вас на 15-м сервере. Нашел я копейку. Не очень далеко оказалась от моего дома, но она очень дорогая. Это самая дорогая тачка из всех, что мы смотрели. При этом я не понимаю, за счет чего такая цена. Продает ее девчонка. Там не очень... Просто вот что у меня в поиске, как бы, чтобы вы понимали. Даже не спрашивайте, зачем. В общем, вот так она выглядит. Это купешка белая. И у нее 11-й год. И пробег, блин, почти 250 тысяч. При этом цена 800. Не знаю, что там такого. Сейчас посмотрим. Ну, если бы я выбирал между MINIQ и BMW, я взял бы MINIQ. Да, кстати, кто не заметил, у меня сегодня новый хейтер BMW. Игоряна отпустил отдыхать. Вообще, я не хейтера никогда не был. Ты только что сказал, что вообще если бы выбирать BMW или MINIQ, я бы выбрал... Если мы говорим про единичку или MINIQ и говорим... Ну, вот я хочу... Просто, блин, единичка, это была моя первая машина. У меня с ней максимально теплые воспоминания. Денчик, ты-то сам помнишь, ты меня эти сколько лет знаешь. Мачеху... Я хочу вот поэтому посмотреть пару штук, понять, ну, как бы, было ли это затуманенное рассудок молодого пацана, который купил первую BMW, или это реально прикольное наступление. Ну, ты уже знаешь, что надо встать, прогреть, машину завезти. Она давно у вас? В сентябре будет 3 года. 3 года. Ну, я купила как первую машину. Ну, вот и меня тоже ей как первую машину в подарок на день рождения. Ну, я сразу написала, давайте сразу покажу. Давайте показывать. Про царапинку, о которой я говорю. Она делает. Цена 20 тысяч его. Офигеть. Это обо что вы так? Ну, эта Козель снесла вот это зеркало и она им протаранила. Как бы в объявлении это и есть. Я сейчас смысл, чтобы потом говорили не родная краска. Ну, я понял. Она, типа, вся в родной краске. Вся. Ниженько. Блин, ну, это BMW. Да, тут сразу видно. Вот это, правда, не стандартная история. Это не вы перешивали, да? Было уже? Нет. Я ее покупала. Ну, салон прям есть, перешитый. Ну, мультируля нет. Аплектация здесь, конечно, так себе. Знаю, чуть-чуть туда бурзаная. А это 1.6, 2 литра. Это 1.6, да? По-моему. А, 2-х литровая. А, 136 сил, которая. Не знаю, люка нет, если тебе это важно. Да, люка вообще в копейках. Это такая редкость, что на грани фантастики, чтобы он был. Ну, эта машина, я знаю, очень надежная. Реально, вот у меня была такая тачка, 2 или 2,5 даже года. Я не сделал ничего вообще. Ноль просто. Первый раз, когда я ее купила, понятное дело, мы со своемники КПРМ на 150 тысяч. Ага. Я когда заехала, мне сказали, что у меня забирают ГБЦ. У меня полностью ремнем плейдит всей ГБЦ, полностью всего. Ну, я понял. Ну, короче, она у вас по технике, прям, все, что сломалось, уже... У меня свой сервис. Все, что мог... А, у вас свой сервис. Я понял. Короче, это называется, все, что могло сломаться, уже сломалось, да? Ну, проехаться сможем с вами немножко? Пойдемте. Вы сами прекрасно понимаете, вот, грубо говоря, я купила и попала. Да, я попала сразу на 200 кс, только на движок. Ну, я думаю, вы вряд ли найдете в таком состоянии масло, вот так как, ну, дистрибьюторы масла немецкого завода. Масло у меня заливалось после ремонта двигателя только немецкое. Под них. Пробег проверяли оригинальными? Да. У меня проверяли все, кто только можно. У меня два клубных сервиса, которые делал машину и клубный сервис рядом с работой. У меня свой сервис. А, у вас свой сервис? Ну, как бы, и по автотеке она тоже бьется полностью. Все как родное. По поводу ценника. Ну, торг готова, наверное? Готовы, смотря какой. За 600, например, я ее не отдаю. Да нет. Дилер готов был собирать за 740. Говорить. За машину, с технической точки зрения, подвеска, все это, ну, вот, которые последние подборщики вот эти вот смотрели, он сразу начал о том, что, ну, возможно, редуктор. что я могу сказать? Я расстроен, пипец, если честно. Когда у меня было, может быть, конечно, это потому, что у меня она была с пробегом намного меньше, с крутым салоном, с крутой комплектацией. Блин, это вообще не то. Она еще такая подуставшая. Я уже не стал при девушке говорить ничего, ну, прям, я думаю, что там вот эти 230 тысяч пробега, это даже нереальная цифра. Потому что там салон перешитый и уже весь удроженный. Там руль перешитый уже с дырками. Она вся побитая. Типа там крылья, задние красяки, царапина огромная. Комплектация никакая. Но при этом она вообще не едет. Я ее попросил, типа, нажмите на газ, пожалуйста. Она такая, ничего не произошло. Ноль. Типа, она даже не, ну, я не знаю, может, она, конечно, немного нажала на газ. Но меня смущает, что она была заведенная, когда мы приехали. Меня смущает, что она не нажала на газ, когда я попросил нажать на газ. Мотор работает очень неровно. То есть, она мне там рассказывала, что она меняла топливную магистраль, еще что-то там. Ну, типа, якобы очень много всего меняла. Может быть, мотор там реально в порядке. Там подушки двигателя, возможно, просто надо поменять. Но она уставшая. То есть, я вот такую тачку в подарок я бы не купил. Особенно за 800. Да. Но она сказала, что она готова за 780, по-моему. Это циник там 680. Ну, это край, да. Это с учетом того, что еще нужно покрасить, то покрасить это. Салон тоже такой уже будет уставший. Короче, поехали, посмотрим еще один варик. Правда, он в автосалоне стоит, но... Да, но! Но! Значит, он уже будет весь нализанный в презентабельном виде. Но зато она вся в родной краске. Это как бы, ну, не поспорить. Это плюс. Приехали в автосалон. Короче, это опять копейка. Она дешевле, чем прошла. Но на этот раз она в следующем поколении. То есть, это уже эфка. Я вообще офигел, что можно за такую цену ее найти. И она вроде в неплохом состоянии, но, опять же, это автосалон. Сейчас увидим, как там будет, и по факту, стоит на 760. Смотри, по фоткам она вообще ок. Эти фотки автосалона. Вот так-то 13-го года тачка свежая относительно. Ну, 10 лет всего лишь. Мне нравится, как мы говорим, да, свежая тачка. На самом деле, для вас ролик идет, идет, вы смотрите, как мы выбираем тачки тут. Я пытаюсь найти хоть что-то в этот бюджет. Я, конечно, понимаю, что это сейчас, ну, нереально сложно. Ну, реально что-то найти, вот там, типа до 700 тысяч. Подожди, а действительно, если ты ничего не выберешь, то что ты будешь дарить, Саш? Ну, могу поллямой подарить. Так, тоже ничего подарок. Ну, и все, если я так не буду делать, что-нибудь мы точно купим. Это милые флажочки. Это чисто, как в Америке распродажи. Нас тут встречают, или что? Здрасте. А подскажите, пожалуйста, я по поводу копейки по поводу копейки. Я третий. Я третий? Я третий, я оформляю. Оформляет уже? Типа, все, ее купили? Ну. А где машина сама? Можно хотя бы глянуть? А машины уже нет. Уже нету? Все? Да нет, там. Ну, потом просто посмотрим, что это было, и все. Ну, как это возможно? Я думал, я просто позвонил по телефону, ему сказали, что тут человек уже забирает, ну, я подумал, ну, стандарт-то развод, вот, типа. Как так-то? Ну, если она реально кажется хорошей, ее просто заберут прямо перед нами, это будет обидно. Блин, ну да, так-то F-ка. Просто вот, если честно, я F-ку копейку даже ни разу не видел. Когда мы смотрели, пришел Миша Тлен за 10 минут туда в дверь. Обидно. А можно, ну, хотя бы присесть, посмотреть? Просто я в целом... Интересно сравнить. Ну да, здесь чисто F-30 уже. Стоп. Ну, попроще, конечно, но в целом, ну, приборка, вот эта вся часть. Просто как-то местами все поменено, в F-30 это... А, да, да. Ну, как-то очень странно, экрана не хватает. Но комплектация тоже здесь очень бедная. Очень простая. Да, тоже не мультируля, нет ничего. Не, ну, тут видно, вон, ну, всякие... Не, она вся, скорее всего, просто с одной краски. У меня есть такое ощущение. Я даже не знаю, что сказать. Я просто в растении. Она начала говорить, ее забирают. Ну да, что-то ее уже купили. Она у тебя уезжает. Ты даже поснять ее не успел? Я... Я... Стой, я... Она просто уехала при нас. Как это вообще возможно? Я на полной серьезе говорю, я думал, ну... Я позвонил там автосалон, человек с акцентом, говорит, а, ее 5 минут уже забирают. Опа. Ауди нет, вот моего интересного. А, с репликов, кстати. От нее. Реально? Да это из выхлопной трубы, просто, скорее всего. Ну ладно, поехали дальше искать, что я могу сказать. Блин, какая жесть. Вот, я хочу, чтобы моя женщина, понимаешь, утром, когда с парковочного места отъезжала, смотрела под машину и видела там вот это. Поэтому и только BMW. Едем дальше. Переход на мои шнурки развязывается. Я только что нашел, кажется, Эльдорадо. Открывай, чтобы новый год, потому что я нашел миник, да, он старый 2002 года, но он так же желтый, как тот мой самый желанный, который был, и стоит он, 400 тысяч рублей. А, а вот и вот, собственно. Что? Но если он не на ходу, то у нас эвакуатор сзади стоит, удобно, да. Так, слушай, вообще, на первый взгляд, ничего так. Реально на панораме. Блин, ну, вживую, конечно, видно, что он постареет, но мордочка у него такая, типа, уставшая немножечко. Но в целом, тоже ничего. Ну, нормально. Крашеный капот точно. на окрасе мне вообще без разницы. Даже если она вся будет крашеная, как я уже говорил, она будет крашеная. Даже если бы она будет не крашеная, она станет крашеная. Потому что все-таки первая тачка для девочки. На ней, судя по всему, давненько никто не ездил, потому что тормоза немножко, как бы, вот такие. Пока сейчас ждем хозяина. Я смотрю, так хожу на него с разных сторон. В принципе, он неплохо смотрится, но, конечно, то, что он 2002 года, по нему прям видно. Вот у него прям, вроде все то же самое, те же круглые фары, та же форма, даже панорамная крыша тоже. Как бы, вроде и да, но это уже такая балондинка лет 37 должна быть, наверное. Сашке пока всего лишь исполняется. Валентинка немножко. А ты его купил на перепродажу, да, я только вариатор поменял, больше ничего не делал. Ой, что-то бабуле пахнет. Ну, панорама, да, такая же чисто, как в 5-6. Она даже лучше работает. Прикольно. Салон тоже черный, типа комбинированный. Ну, вот тут вот такой вот, есть. Вот можно перешить, в принципе. Ну, и тут, и снизу. Ну, да. Ну, это мелочь, это реально мелочь. Руль такой странной формы здесь, вообще капец. Руль сильно затертый. Да, руль перешьем тоже, не проблема. Ну, и к тому, что пробег проще поменять. А сколько стоит? Вторички, 1200. Реально? А сколько реального пробега? Одному богу известно, понятно. Посмотри, посмотри, у него куртка мини. О, фанат марки, что ли? Не, ну, в целом, как бы, ну, воняет бабуля, и мне не очень нравится. Ну, это химчистка можно здесь исправить, да. Ну, тут прям, конечно, принципиально разницы нет. То есть, вот эта штука такая же, вот эта штука такая же, но вот рычаги, что такое? Как будто детская. Ну, да, да, да. Как будто здесь еще меньше места, чем в том. Тут прям совсем тесно. То есть, типа, я вот на максимум вот это отодвинулся, это максимум. Это максимум? Да. Не, ну, слушай, за 400к, первая машина для девочки, по-моему, очень даже. Слушай, есть боковая поддержка, есть панорама, электростеклоподъемники. То есть, а, кстати, где они? Скажи, они вот здесь, как на этом. На том так же. Вот эта, вот эта часть один в один, как на том купе. Вот это, конечно, по старению. немножко выглядит. Ну, в целом, нормальный салон, более-менее ухоженный. То есть, то миник еще грязнее был. Ни хуй себе, аккуратненько. Понад мини, но ездишь на вагоне, потому что аккумулятор это все-таки возить где-то надо. Ну, там что-то, ремешок еще подсвистывает, а еще горит подушка почему-то. Это машина, в которой самая удобная проверка лонжеронов. Вот он. Вот это лонжерон. Блин, меня очень расстраивает этот урез, и то, что он настолько старый. Просто когда я понимаю, что моя девушка будет ездить на тащи, который... Чуть ли не столько жилец, как ей, но все дешево. О, как он ровненько закрылся, мягкий. А давно он у тебя? Сентября 22-го года. А, ни фига, так долго уже? А ты не сам отъездил, да, еще? Нет? Я долго коробку искал, долго собирали, ну и продается она месяц и три-надцать. Серьезно? А что так долго? Что не забирают, дешево же очень. 450 тысяч я ее сначала продавал. А, ты только-только понизил цену, да? Ну, типа ты без торга, да, до 400, да? Десятку я могу скинуть. Понял. Проехать сможем? Работает тоже, панорама? Короче, надо адаптировать здесь сцепление. Вариаторе сцепления? Ну, там диски сцепления внутри. Это же не робот, это же вариатор. Там конусы стоят, ремень. Там пакеты фрикционов. Если я правильно понимаю. Пакеты фрикционов это в автомате. Здесь, типа, конусовидная такая херня и ремень, который по ней двигается и за счет этого передача сцепления меняется. Если плавно нажимать, то она, если нажимаешь, скажем, резко, то она подергивает. Я понял. А почему подушки горят, ты знаешь? По вот этому замку. Ошибка. Да. А можешь, если несложно, чуть-ка газу дать, чтобы понять, что демократилось. Ну, блин, 56-й даже вот... ну он надежный. Да, я понял. Ну, чтобы ты понимал, мотор стоит контрактный с документами 15 тысяч рублей. Реально? Он нахуй никому не нужен. Ну, что я могу сказать, коробка сильно плохо себя ведет, но едет при этом неплохо. Но, опять же, для девочки, для первой тачки, мне кажется, вообще нормально. Если бы у меня не было больше денег, скажем так, вот был бы бюджет там типа, блин, ну 500, вот надо, чтобы под ключ было в 500, это все, наверное, я бы ее забрал. Но, по сравнению с тем поколением, она выглядит хуже. В салоне там все более такое простенькое. Вроде, принципиально, они отличаются, но там сверху нет тумблерочков таких красивых. Отделки какой-то. Ну, то есть, какой-то все прям вот барабан, как ты сказал. Вот прям барабан. Ну, и вариатор прям пец. То есть, это он только поменял, он только поставил вариатор новый, и он уже вот так вот весь едет. Ну, новый он имел в виду новый бэушный. Ну, все равно, типа, ну, это вариатор, сколько вариатор, это все это дерьмо. да. Ну, если сейчас вообще ничего больше не будет, ну, прям пиз... вообще, то, наверное, я ее заберу под Нарафечу, чтобы она годик покаталась, получилось, но потом надо будет менять тачку. Какие дочины пока не видно, но вижу караван. Слушай, мы же с Сашки тоже караван здесь. Пам-пам! Вот она, малышечка стоит. Слушай, презентабельная такая, так-то. Ты на перепродажу взял? Да. Мне так понятно, кроме крыши она вся крашена, да? Да. Ну, в салоне хотя бы пахнет приятно, а то, блин, другие тачки садишься, воняет бабулей какой-то. Ну, что, в принципе, копейка-копейка. Почень даже, ухоженная. Блин, ну руль прям, господи, он даже не кожаный. А, серьезно? Да, да. Жесть. Ну, зато износостойкий. Сколько хочешь на нем можно проехать, и ничего не будет. Офига, тут музыка хай-фай стоит, да? Или это чисто... Не, музыка садится. Нормально, да? Не, там-то. Кнопка старт-стоп хотя бы. Ага. Это, типа, стартер. А, это молокум. Ошибка подушки, что-то говорит. Даже педали намазали, что они скользкие все. Блин, ну капот так плохо крашен, вообще просто кипец. И тут все намылили. Да, намылили, например, конкретно. А так по технике ничего не делал по ней? Да. Что по ценнику? 750. Услышал. В принципе, ожидаемо, да. Ну, она прикольная, ухоженная, неплохая машина. Ну, 750 это как раз-таки мой был психологический максимум для тачки, которую я куплю в подарок. Ну, ты должен будешь вложить сейчас в нее еще сверху. А, недавно она в продаже достаёт? Да, недавно. Блин, они вот эти копейки, конечно, все в таких комплектациях, бичарских, если их с пятого садишься, думаешь, блядь, не, он так едет, на нормальном, походу, без вопросов. А Кодей работает, дует? А Кодей нет. Бором надо забрать. Спасибо. Ладно, слушай, не будем тебя больше задерживать. Мы здесь рядом, по сути. Да, я просто живу здесь, рядом, поэтому, если что, я тебе предупрежу, заранее позвоню, без проблем. Спасибо большое, что показал. А, ну, давай, давай. Выходные прошли, за это время ни одного нового миника не возникло, ни на одной из досых объявлений. Это меня дико расстраивает, но есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость. Желтый миник, тот, который мне больше всех понравился и который уже продали, за него внесли залог, в итоге не продался. Короче, залог за него вернули, тачку не забрали, она снова в продаже. Меня это реально очень сильно обрадовало, но за это время я уже прям полностью настроился на то, что все-таки надо брать, наверное, миник, который подешевле, побольше денег в него вложить, получше подготовить, плюс к Саше на первое время. Ну, короче, я подумал, это будет лучше Варик, но, короче, теперь у меня дилемма. Естественно, я уже думал, что брать, туда и сюда, и понял, что нужно идти за мечтой. Я мечтал именно про 56-й миник на панораме, S-ку, вот как вот, собственно, есть тот вариант, который мы смотрели вторым по счету. Поэтому я решил все-таки забрать его. Поэтому мы сейчас снова садимся в тачку, погода опять полное дерьмо, и едем 100 километров, я уже даже не помню, как город называется, короче, в сторону Твери забирать желтый мини-купер S. S. И снова здравствуйте. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Котлета. Самая дорогая покупка в моей жизни. Ну, подарок в смысле. Пожалуйста. Естественно, волнительно немножечко так. Во-первых, в ту же тачку считай вслепую покупаю. Первый в жизни вообще без проверок, без ничего, просто вот на доверии к людям. Я вижу, что хорошая семья, поэтому не хочется думать, что что-то пойдет не так. Поехали, прыгаем в спятый. На ходу там поснимаешь чуть-чуть. Давай, кричи, давай. Мы доехали. Вообще без происшествий, переключений. Все прошло хорошо, с тачкой ничего не случилось. Очень прикольно она едет. Я прям вот не жалею ни на грамм, что именно Эску купили, она прям реально фигачит. Да блин, просто крутая тачка. Едешь, кайф, панорама, сидеть удобно. А, вот самое важное. Все в тачке классно, вот все, ничего не возьмись, но, есть одно но. Пойдем сижу. Что? Не догадываешься? Что ты там, упираешься куда-то опять? Подлокотника нема. Ну, все это хуйня, они тачку знают, короче. Реально, причем... Если в тачке нет подлокотника, значит это хуйня. Прикинь, причем в первом минике, который мы смотрели, был подлокотник. Значит это доп, типа. Мне кажется, его можно купить и поставить. Значит надо спи***ть новый подлокотник. Не, надо купить его и поставить, и все, и тачка будет идеально. Это кто это? Это Бамбл. Бамбл, да, это реально Бамбл. Ну, блин, он реально очень кайфовый, мне прям очень нравится. Я доволен этой покупкой, но впереди еще целая куча модернизаций с этой тачкой. Это вы уже увидите в следующей серии. Также мы в той серии подарим машину Саше. Сейчас у нас 11 июля, 26 у него день рождения. Вот у нас есть 15 дней, чтобы тачку привести в порядок. Ну, короче говоря, в следующем выпуске будет очень много всего интересного, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. По-моему, тачка очень кайфовая, заслуживает вашего лайка, поэтому прямо сейчас это сделайте. С вами был Никитоз. Пока.